Шайман Барнштейн Терлецкий В этом спектакле, идущем на сцене одного из городских дворцов, Евгению Терлецкому, пришлось сыграть сразу пять раз. Тогда у вновь испеченного театра не было ни труппы, ни помещения, ни материально-технической базы. Пригласив выпускника алгитника Виктора Шаймана для небольших детских постановок, чиновники от культуры и представить даже не могли, что именно здесь будет создан театр, который в будущем перевернет представление о кукольном искусстве. У нас не было такого театра, а потом оказалось, что его и в стране такого не было. Приезжал такой Смелков, Юрий Смелков, всесоюзно известный критик. Мы с ним встретились, я был в Терлецком дворца студентов. Он меня назвал. В стране есть четыре театра. Это Любимов, театр Антаганки, это Эфрос, это Шайман. Поставил на третье место среди явлений театрального мира именно наш театр. В то время это был 1976 или 1977 год. О чем он хочет разговаривать со зрителями, Виктор Шайман знал всегда. Однако имеющихся в арсенале театра кукол выразительных средств для этого было явно недостаточно. В какую сторону двигаться, подсказала поездка на Международный Варшавский фестиваль. Я такого в жизни не видел. Я, собственно, до этого и так мало что видел. И этот фестиваль, он меня освободил, сбросил с меня все цепи. Я понял, в театре можно все. Министерство культуры вмешивалось в нашу работу. Оно считало, что мы выходим из колыбели чистого театра кукол. А на самом деле, вот тут несколько раз сказали театр кукол, театр кукол. Это не совсем так. Мы создавали бессознательно с самого начала театр синтеза. Театр, где использовались средства драматического театра, пластического, музыкального и театр кукол в том числе. Именно после этой поездки и были рождены спектакли «Дракон», «Дом, который построил Свифт», «Смерть Тарелкина», в которых отчетливо проступали реалии советского государства. Посмотреть эти постановки приезжали Сергей Юрский, Константин Райкин, Лев Дуров, Зиновий Герт. Слово «магнитогорский Буратино» гремел на весь союз. Однако ровно за два года до 20-летия театра Виктор Шайман внезапно оставляет свое детище и эмигрирует в Израиль. Холокольчик перестал звенеть. Я понял, что на этом этапе я исчерпал. Вот себе мне нужна пауза. Театр долго не живет по определению Немировича. Для того, чтобы он жил дальше, ему нужна смена художественных идей. Для того, чтобы изменились художественные идеи, как правило, это надо делать уже с новым человеком. Сегодня у «магнитогорского Буратино» новый лидер Сергей Ягодкин и новая жизнь. Она не лучше и не хуже, она просто другая. Театр по-прежнему на слуху. В 2017 году «магнитогорцы» уверенно победили в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучший спектакль» на областном театральном фестивале «Сцена», по сути, забрав все главные призы. Однако многие жители нашего города до сих пор жалеют о том, что не могут показать своим детям спектакля того самого легендарного «Буратино». Мы помним каждый спектакль, каждый жест актера, каждое слово, которое доносилось в те тяжелые 70-е годы до нас. Поздравляю всех, кто причастен к театру «Буратино», а это весь город. А подарок – это вот та самая ваша просьба о скульптурной композиции, которую мы обязательно установим в этом юбилейном для вас году. К юбилею театра перед входом в учреждение будет установлена скульптура «Буратино». Редактор субтитров А.Семкин